Друзья, здравствуйте! Это программа «Аргумент», YouTube-канал «Униан». Подписывайтесь на наш канал уже в новом году, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под нашим видео. И на самом деле первый гость программы «Аргумент» в этом году – это Вячеслав Мальцев. Вячеслав, здравствуйте! – Здравствуйте! – С Новым годом вас! И, конечно же, для всех, для нас важно, чтобы этот год был годом победы Украины над Россией и годом победы всего мира над террористическим путинским режимом. Знаем, что вы многое делаете для этого. – Спасибо! Тоже всех поздравляю с Новым годом. Я надеюсь на то, что это будет последний год путинского режима. Ну все, говорит об этом, потому что чудес не бывает. Что-то можно некоторое время подвесить в воздухе, но потом оно все равно упадет. Так вот и путинский режим, собственно, те основы, на которых он стоит, они уже сгнили, от них уже ничего не осталось. То есть это, ну как вот, бывают какие-то трухлявые строения, то есть все удивляются. Как же это может еще стоять? И ждут только ветерка какого-то, да? Помните, Высоцкого очень хорошо на эту тему «День придет, меня пушинка и ветерок смахнет с ладони». Вот если… Я очень люблю всегда читать черновики, поэтов, ну и философов, если они есть в доступе, если можно их найти. Так вот, я помню еще в советский период была после смерти Высоцкого книга опубликована, где были фотографии его черновиков. И вот там было написано «День придет, меня пушинкой ураган смахнет с ладони». Ураган был зачеркнут и написано «Ветерок». Вот понимаете, многие думают, что для путинского режима нужен ураган, не нужен никакого урагана, нужен именно ветерок, но в правильную сторону, чтобы он задул с правильной стороны, чтобы не было контрветерков, которые как-то эту систему стабилизируют. Система-то рухнет мгновенно, если будет давление с одной стороны на нее. А так как совершаются действия со многих сторон, то есть вот Запад, многие на Западе помогают Украине, а с другой стороны очень хорошо помогают Путину. Обратите внимание, за прошедший год он получил гораздо больше от нефти и газа, чем тогда, когда не было войны. Ну и так далее. То есть мы видим массу премьеров того, что огромное количество структур и в основном от преступной структуры, которые поддерживают Путина. А так как капитализм приходит к своему концу и приходит новая стадия человеческого развития, новая общественно-экономическая формация, киберализм, то вот накануне, так сказать, перехода огромное количество структур криминализовались. Обратите внимание, то, что раньше не имело никакого отношения к преступности, сейчас является стопроцентными преступными организациями. Я уж не говорю там про какой-нибудь чемпионат мира по футболу, олимпийское движение. Ну посмотрите, как это. Это вот лет 50 назад кому-нибудь сказали, что Международное олимпийское движение – это преступная организация. Люди бы сказали, вы что, с ума сошли? Вы кукукнулись. А сейчас нет ни одного идиота, который бы серьезно относился к этому не как к преступному сообществу, который какие-то отстаивает политические интересы таких подонков, как Путин и просто ворует деньги, да, но как к чему-то серьезному там «О спорт, ты мир» и прочая чушь. Давайте тогда вот об этом режиме, который скоро рухнет, про Путина. С новогоднего поздравления его продолжим. Оно было 9 минут на самом деле. Это, по-моему, самое короткое. Там было минимум темы войны. То есть, получается, хвастаться нечем. Авдеевка на самом деле не взята. При этом на следующий день… Я извиняюсь, но даже бы взята была Авдеевка. Вот, помилуй бог, я очень хорошо отношусь к Украине, но до того, как путинцы стали рассказывать о том, что они вот сегодня-завтра возьмут Авдеевку, я даже названий-то это не слышал. Ну, да, было такое. И на самом деле и про Марьинку мало кто за пределами Украины знал, да, и про рубежное, и про Попасное, и Волновах. Это я говорю сейчас о тех городах, которые Россия уничтожила полностью. Ну, то есть, их нет. Так вот, потом Путин поехал к раненым солдатам. И в сети сразу, кстати, в этом усомнились, что это был он на самом деле. С чем связана такая неопределенность? Там мы про войну не вспоминаем, тут мы у солдат. Он хочет показать, получается, россиянам война все еще важна, или это уже не так, как было в прошлом году по важности? Вы знаете, я думаю, что сейчас странная сложилась ситуация, это совершенно четко видно, в связи с той эклектичностью, так это условно назовем, в каких-то действиях, проявлениях этой власти, лучше так сказать. То есть, они такие бессистемные. И видно, что организующего звена единого нет. То есть, это абсолютно разные структуры, которые влияют на Путина таким образом, что пришел там какое-нибудь условно войно, и говорит, слушай, вот хорошо бы вот что сделать. Тут говорит, да, давай сделаем. Тут приходит какой-нибудь Кириенко и говорит, а надо еще вот что сделать, а это может быть абсолютно противоположно. То есть, ни в одном ключе. Да, понравилось, давайте будем делать это. И то есть, вот такое, то, что мы видим, это можно назвать политическим салатом. И это уже давно, да, такой политический салат, то есть, бессистемно. Один режет картошку, другой яйца, третий там лук и так далее. Ну, в результате хотят приготовить оливье, а делают дерьмо, если... Ну, народ России хавает, а что еще нужно? В общем-то, больше ничего не нужно. Одни посмотрели одно, другие посмотрели другое. То есть, Путин такой им дан на все руки. То есть, он там кто угодно. Помните, он там и артиллерист, и лес валил, и кем он там только не был. И вот здесь еще, видите, он там и по госпиталям ездит, и с речами выступает, и рассказывает, что Западу все, Кирдык за Запад умрет. Вот. Насчет умрет или не умрет, я не знаю, но то, что, конечно, на Западе ситуация очень сложная в связи с изменением общественно-экономической формации, путинцы-то этого не понимают, ну, или делают вид, что не понимают, и поэтому рассказывают, в общем-то, о тлетворности Запада, его гибели от гомосексуализма и так далее, от мигрантов и прочих. То есть, ну, несут чушь. Конечно, мигранты и многие другие факторы влияют, но они являются лишь следствием. Причина-то абсолютно в другом. Причина в том, что мир меняется, и не так, как хотелось бы Путину. То есть, он думает, что если мир изменится, и верх станет низом, то он, находясь внизу, автоматически попадет наверх. Это глупее этого я не слышал еще в этой жизни. Ничего вообще. Вот это самое глупое, что могут нести ватники. Благодаря чему? За счет чего? Да, верх уходит вниз. Почему? Потому что капитализм дошел до своей терминальной стадии. Да, но низ, который путинский, он никогда не станет верхом, потому что тут нет никакой базы, чтобы стать верхом. Да, Китай станет верхом, это совершенно очевидно. А Путин нет, и России с Путиным нет. Кстати, вот на вот этой встрече с солдатами Путин прямо анонсировал новые удары по Украине, которые на следующий день, конечно же, повторились. И это, ну правда, использовано все оружие, да, которое кроме ядерного уже прилетело. Тут летело над нами вчера, и 29-го, все, 29-го, кроме калибра, вчера летело. Все, с чем вы связываете такие показательные атаки по Украине, которые на самом деле, ну, не достигают цели, да, там не уничтожено 1500 патриотов, о чем они заявляют. Свет, вот как вы видите, как был, он есть. Вот с чем связывается, что это, сколько там, 10 миллиардов потратили на атаку 2 января по Украине, суммарно? Что я могу сказать изначально? Я хочу сказать слова солидарности народу Украины. И могу от лица партизан, совершенно отдавая полный отчет, сказать, что за ближайшие три месяца, ну, поставим себе такой, я думаю, что срок будет короче, тот ущерб, который причинен Украине, будет кратно причинен путинской России и моими партизанами. Это я гарантирую, что если он думает, что может таким образом там кого-то напугать, ну, наверное, получается прямо противоположное, но вы же понимаете, что это Малифик, зловредитель, тот, которому нравится убивать людей, причинять мучения, страдания. Ну, я гарантирую, что он тоже будет страдать. Это совершенно железно. То есть, вот прямо отмеряете три месяца, я гарантирую, что Путин будет очень сильно страдать. И что я могу сказать? Ну, он, так сказать, отомстил за этот свой корабль. И это, вы понимаете, эта месть, она была, собственно, подготовлена. Даже если бы не было этого потопленного корабля, то все равно в новогоднюю ночь и первого числа, и второго были бы массированные обстрелы Украины. То есть, они уже заранее это подготовили. Поскольку, ну, вы понимаете, такое количество средств запустить в один день, ну, практически невозможно, если не будет подготовки. Ну, там все эти шахеды, там ракеты, где-то они на складах, их нужно подтягивать. Они даже, если посмотреть какие-то ракетные или бомбовые склады, которые находятся на аэродромах. И это нам сейчас хорошо известно. Они практически пустые. В связи с тем, что наносились удары дронами, причем наносились территории России. Все это прекрасно знают. Поэтому есть такой страх. Ну, тот, кто в жизни видел, как горит бомбовый склад, наверное, понимает, о чем я говорю. Когда бомбы, в общем-то, по взлетно-посадочной полосе он так ездит, сил у них улететь нет. Да, потому что двигатель только направляет ее во время падения. А вот кататься по взлетке есть такая сила. И поэтому выглядит это все как петарды, но такие достаточно серьезные. Это реально страшно. И ущерб от этого колоссальный. Потому что гибнут самолеты, которые там стоят, под открытым небом, естественно. И сейчас у Путина, в общем-то, такая ситуация, что они вынуждены прятать свои ракеты, вынуждены прятать там бомбы и прочие, да, шахеды свои. Но чтобы наносить удар, их надо сосредотачивать в каком-то месте. Если, допустим, с беспилотниками и прочее, их можно куда-то вытащить и там, ну, не с передовой, а с оперативного тыла наносить удары, то с самолетами гораздо хуже. Потому что это стратегические дальние бомбардировщики. И где-то надо грузить их, где-то надо... Ну, заправлять можно в воздухе, в принципе. Хотя тоже вы понимаете, что это фиксируется. И уже понимание того, откуда будет нанесен удар, есть. А пока самолет заправляется, уже можно приготовиться к тому, что он выйдет сейчас в зону. И уже понятно, в какую нанесет удары ракетами и прочее. Поэтому, в общем-то, кто может стрелять, да. Подводные лодки могут стрелять в этом смысле. Они менее всего уязвимы, да. Потому что их хорошо охраняют. Их нельзя уничтожить дроном. Ну, таким, я имею в виду, каким-то бытовым. Конечно, если прилетит серьезная штуковина, то она может уничтожить подводную лодку. И они, в общем-то, могут производить выстрелы. Едва всплыв, стрельнул, и опять ушел под воду. То есть, с ними в этом плане посложнее. А вот с самолетами, я думаю, проще. И 24-й год, я думаю, как раз покажет им кучкину мать этим самолетам. Понятно, что они очень уязвимы. Где бы они не спрятали самолеты, хоть на Кольском полуострове, да. Понятно, что доставать их будут те люди, которые находятся на территории России. С Украины их трудно достать. Даже те, которые находятся в Энгельсе, все равно как-то есть определенный труд. Или там, в Рязани. Но, если говорить о том, что находятся рядом, да. То есть, таких городов, как Энгельс, Саратов, Рязань, то оттуда очень легко их уничтожить. И я думаю, что сейчас этим и будут заниматься, в том числе и партизаны. Ну, мы были бы очень признательны. Кстати, вот по поводу того, что удары показали себя во всей красе. Еще простые россияне, можно сказать, не знаю, глубинный народ. Вот, на самом деле, ну, уже нас это не шокирует. Просто изумляет дно, да. Когда вот эти радостные вопли, комментарии с требованиями нанести еще ядерный удар по Украине. Ура, ура, значит, устроили хаклам такой, Новый год, давайте еще, мало и так далее. Насколько эти настроения, на самом деле, распространены вне медиа, вне телеграм-каналов, вне соцсетей. Мы же понимаем, да, могут быть боты, есть и трушные, грубо говоря, пользователи, которые действительно радуются смерти украинцев. Но действительно ли их так много, как в сети? Вы понимаете, надо начать с того, что достаточно сделать любое видео или заснять какие-то слова подобные и разместить где-нибудь на украинских сайтах. И огромная масса пользователей Украины начнет это перепощивать, скидывать друг другу. То есть даже тролли и боты путинские не нужны. Достаточно украинцев. То есть это вкидывается на очень благоприятную почву. Я понимаю, что негодование, ненависть возникает и действует в интересах Путина. Вы же понимаете, что достаточно даже шейковое какое-то сделать видео, закинуть, а оно будет перепощиваться мгновенно. А что можно сказать по поводу глубинного народа? Ну, наверное, все уже посмотрели из Екатеринбурга выступление Путина, когда все находящиеся на достаточно большой площадке люди кричат «Пошел!» на три буквы. То есть скандируют это. Понимаете? То есть это вот показатель. Не нашлось ни одного, который пытался это остановить и так далее. То есть люди в этом порыве едины, что вот Путин пошел подальше. И когда говорят, что за него там чуть ли не 90%, говорить все, что угодно можно. Мы видим, какое количество людей действует против путинского режима, действует с опасностью для своей жизни. Представляете, что это же не просто где-то сказать «я не люблю Путина». Путин там гад и так далее. Путина накал. Хотя это тоже уже подвиг в России сказать «Путина накал». А действовать и совершать какие-то акции, причем которые причиняют ущерб значительный. Посмотрите, вот в новогоднюю ночь сколько акций было совершено. Почему? Потому что путинские более-менее отдыхали. И поэтому там и какие-то полимерные заводы сгорели. И тот завод, который целлюлозу эту беленую выпускает, то есть ракетное топливо сгорело. И что там только не сгорело. То есть я буду сегодня подводить итоги, что спалили. Ну, там, я думаю, передачи не хватит рассказать. Там сгорело все. Поэтому говорить о том, что все поддерживают Путина. Как же они поддерживают? В Новый год они не пошли, грубо говоря, пить шампанское и слушать этого козла. Они даже меня не пошли слушать. Они меня в записи послушали. А пошли там спалили условно вот эти склады с беленой целлулоза. То есть это подвиг. И, с другой стороны, это очень опасно. Поскольку, если бы их прихватили, это пожизненно сразу. Понимаете, там терроризм, измена родине. Я не знаю сколько. И путинцы, они очень щедры на это. Если взять недалеко от меня здесь тюрьма находится, в которой находится Карлос Ильич Ромирос Санчес. По кличке Шакал. Он сидит пожизненько. И у него 352, кажется, эпизода террористической деятельности. И он считался раньше самым крутым террористом. Даже круче Бен Ладен. Потому что у того меньше эпизодов было. Так вот, путинцы вменяют, например, мне уже больше. 350 эпизодов. Адвокаты меня уведомили еще, наверное, год назад. Что тогда уже было больше. Сейчас я не знаю сколько, но уже видите. То есть, щедрость их не знает. Вообще никаких границ с точки зрения, так сказать, вменения каких-то правонарушений по их понятиям. А на самом деле мы ведем войну. Какой тут терроризм. Понятно, что мы в этой войне применяем какие-то, ну так скажем, физические средства. И какое-то прямое действие. И было бы глупо сейчас, в настоящий момент, когда мы видим обстрелы Украины, когда мы видим уничтожение оппозиции в России, когда мы видим само уничтожение России. Просто каждый день его наблюдаем. Было бы глупо там просто выступать где-то, рассказывать о том, как мы против, показывать там сердечки и все такое прочее. Сейчас надо действовать, нужно работать. И я бы, честно вам скажу, никогда в жизни не стал бы выступать где-то, давать интервью, если бы это не привлекало новых людей в наши ряды. Понимаете, это единственная моя цель. Ну нет, ну есть, конечно, дополнительные цели. Донести, что в России есть сопротивление. Донести то, что Запад, кстати, ни в коем случае не хочет слышать. Я вот там слышу периодически по поводу того, что мы там работаем на какие-то деньги Госдепа. Стал узнавать у либеральной публики, а что же за деньги-то Госдепа? Говорят, да, ну Госдеп там выдает гранты. И начинают перечислять людей, которые получают гранты. Я о них ничего не слышал. Ну, говорят, ну они где-то там в интернете есть. Что-то они там рассказывают и так далее. А им дают американцы деньги. Нам они не дадут никогда. Почему? Потому что мы действуем против интересов Путина. И действуем самостоятельно. Понимаете? Поэтому мы действуем сами по себе. Ни от кого не получаем команды, никому не подчиняемся. И это очень хорошо, потому что мы самостоятельны. Но главное, что я говорю, хотелось бы развеять всякие мифы, что там американцы или Запад или еще кто-то каких-то радикалов поддерживает. Никогда не поддержат радикалов. Они вот этих поддерживают. Вот это им нужно. А все остальное нет. Все остальное для них это слишком страшно. Потому что если люди поймут, что они самостоятельно могут сносить такие режимы, как путинский, то потом что будет там дальше? Весь мир западный, он идет, я говорю, к краю, к своему завершению капиталистической эпохи. А завершать ее очень сильно не хотят. То есть сознательно пытаются те производственные отношения, которые давно должны стать кибералистическими, они пытаются оставить их капиталистическими. Но в конце концов это кому-то надоест. И люди в конце концов могут начать решать вопросы силой. А вот это вот самое противное для определенных товарищей. Они это очень не хотят. Поэтому они не будут поддерживать таких людей нигде. Ни в России, ни уж тем более в других каких-то местах. Для них Путин гораздо менее страшный. Да что тем более, какой страшный. Они с ним бабки делят. Нефть там, газ покупают, получают соответствующие деньги. Продают все то, что нужно Путину для войны. И не только для войны. Они кайфуют в этом отношении. Поэтому Путин для них лучший друг, а мы враги. Интересно. Все-таки ведь есть режимы, которые невозможно валить сердечками. То есть это просто невозможно и абсолютно нереально. Но значит они и не хотят. Раз они поддерживают вот этих, а не нас. Значит для них самое главное, чтобы режим Путина оставался. Кстати, по поводу еще глубинного народа России. Белгород, это тоже событие минувших дней. Там поработала на славу российское ПВО. Сбило украинские ракеты, которые летели по военным объектам. Прямо на центром города. Там действительно жертвы были. Это даже Шойгу не скрывал. Подтвердил, что гражданские погибли из-за сбития ракет. В то же время мы видим, что Украина на ковец-то начала России отвечать ударами. Как думаете, ну такими важными ударами? И Брянск, да, знаем завод, который электрокомплектующий для ракет создавал 70 беспилотников. И на Москву там и так далее. В общем не будем углубляться. Как думаете, насколько ли дошло для россиян, что эта игра, эта война? Да, это не чеченская, это не грузинская война, не первая, не вторая. Вот в эту игру уже придется играть вдвоем. И жертвы будут не только в Украине, которым некоторые так радуются. Но уже и в России война, ну она не обходится без жертв с двух сторон. Ну что я могу сказать? Вот ряд моих соратников находится там, в Белгороде, на этой территории. И там, конечно, паника, они рассказывают. Ну, один из моих достаточно близких соратников не находился в Белгороде, но у него там родственники, ну мама и так далее. И он приехал на Новый год, чтобы их там поддержать, безусловно. И говорит, что там Атас просто, ну, передал через людей, что там все очень жестко. Он прекрасно понимает, как бы, что является причиной этого. То есть он не имеет претензий естественно к Украине, все претензии к Путину. Но говорит, что ситуация жесткая, что это действительно не чеченская война. Даже во время Чеченской войны, вы помните, люди очень сильно боялись, что им там что-то занесут какие-то мешки с гексогеном в подвал. Ну, людей сильно лихорадило. А сейчас, ну, у них состояние такой безысходности. Если кто-то думает, что вот там так же, как в Украине, это мобилизует людей, обстрелы и прочее, то нет. Это заблуждение. То есть люди в большей части своей понимают, что происходит, ненавидят путинский режим, как развеждавший войну. Даже уже такие пробитые ватники задают вопрос, «А зачем он туда полез?» Вот это главный вопрос, который сейчас стали задавать. Этого эти ватники могли объяснить, зачем он полез. А сейчас они не могут объяснить, потому что, ну, это же отрицание-отрицание, да? То есть, хотя критики мышления нет, но есть те люди, которые, так сказать, все объяснили. Потом эти люди стали объяснять по-другому. Потом третий вариант объяснения. Постоянно как бы цели и задачи меняются, да? Причем меняются в прошлом. И поэтому те, которые слышат это в настоящем, они, хотя у них не критичное мышление, но все равно так и не понимают. Они просто не понимают. То есть, им раз объяснили вот так, второй раз по-другому, третий раз еще по-другому. И они в конце концов спрашивают. Они ничего не поняли и спрашивают, а нафига он туда полез? Объяснений-то нет, кроме их надо искать в больной голове Путина. И поэтому сложная ситуация. Сейчас вот вы увидите, в период вот этой предвыборной путинской кампании будут рождаться совершенно невероятные варианты объяснений. То есть, какие-то новые, да? И какие-то новые будут поводы находиться. То есть, там вот враги хотят захватить Калининградскую область, Дальний Восток, Архангельск, Мурманск. Я не знаю, что Санкт-Петербург. В любом случае будет разговор об этом, что вот НАТО сейчас прям зайдет и схватит. Я думаю, что какие-то операции будут проведены по спасению условно Архангельской, Калининградской области или Дальнего Востока. За пять минут до того, как войска НАТО вошли, вот они успеют там что-то. Но могут даже с китайцами что-то устроить совместно или с корейцами, ну, например, на помощь пригласить корейские, северокорейские войска. Тоже такой вариант, чтобы там показать. Вот братушки пришли помогать. Да, кстати, уже где-то была информация, что, ну, давно, где-то, может, полгода назад, вот когда как раз Путин с Ким Чен Ином встречался, что таки, да, таки могут воевать северокорейские бойцы. И мы, кстати, с вами это обсуждали. Друзья, пока не забыла, Вячеслав Мальцев у нас появляется, к счастью, регулярно в программе. И вы сейчас в комментариях можете написать, о чем бы вы хотели услышать от Вячеслава. Свои вопросы ему можете записать, мы их зафиксируем. И в следующий раз обязательно эти темы, самые интересные, мы с Вячеславом обсудим. Вот те вопросы, которые вы зададите Вячеславу, не забывайте об этом. И поехали дальше. Мы, кстати, с Вячеславом и обсуждали и эту тему. Да, можете посмотреть интервью. В аргументе есть Вячеслав Мальцев. Мне кажется, по-моему, в сентябре мы с вами это обсуждали. О том, что солдаты Северной Кореи таки могут воевать в армии Российской Федерации. Но пока что в плен брали, я помню, из Непала. Ну да, да, да. В общем, пока что это было. А по поводу новогодней ночи, опять-таки, в Москве и в Санкт-Петербурге прошли массовые облавы на мигрантов. Сообщалось о задержании трех тысяч человек за нарушение миграционного законодательства. Среди них, кстати, были также дети. Часть из них грозит штраф. Кого-то хотят депортировать. Вы, опять-таки, в наших интервью говорили не раз, что рано или поздно Кремль доиграется. И в Москве, и по всей России начнется восстание мигрантов. Глядя на все эти события, как думаете, путинский режим действительно играет с огнем и не осознает будущие риски? Нет, путинский режим сейчас пытается эти риски компенсировать. По их мнению, вот такая деятельность, она подавляет этих мигрантов. То есть, они менее, так сказать, организованно будут действовать. Ну и прочий бред. Я уверен, что путинцы разработали определенную методичку и пытаются при помощи согласованных действий мигрантов загнать под лавку. Ну, у них навряд ли это получится. Но что такая методичка есть, я с ней не знаком. Но я думаю, что она в виде секретного приказа МВД такая методичка вышла или, ну, скорее всего, так и есть. И высшее руководство, ну или там командиры высокого ранга, они имеют доступ и соответствующие приказы раздают. Но так как они не очень умные и действий согласованных в путинской полиции, в путинской армии, Росгвардии быть не может, просто по определению, ну, потому что они не умеют это делать, то, конечно, есть разночтение и есть разные интересы. Мигранты, нужно понимать, это огромная прибыль для всяких полицейских, ФСБшных начальников. Это дойные коровы, все эти мигранты. Ну, представляете, они идут там с утра в московском метро и их дуют постовые, да, прям мгновенно там собираются, да, давай, 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 со всех собрали, сколько надо, да. Это просто вот то, что хаотично получается. Это постовой передают своему начальнику, тот своему и так далее. Ну, все делятся. Вот долями уходит это на самый верх. Понятно, что те люди, которые сидят в очень высоких креслах, они несут деньги министру, заму министра и так далее. То есть, и эти платежи ежемесячные, мы это прекрасно знаем. И без этих платежей никто не может не получить ни звания, ни должности. Самое главное, удержаться на должности, не сможет его сразу капультировать. Поэтому это один из способов, да, получать деньги с мигрантов. Есть масса других способов. То есть, и миграционная служба получает, и через диаспоры получают ФСБшники деньги и так далее. То есть, используют как угодно этих мигрантов, в том числе и для торговли наркотиками. И они закручены в криминальном бизнесе, поскольку все эти диаспоры, я подчеркиваю это, все без исключения являются преступными сообществами. Нет ни одной диаспоры, которая не являлась бы преступным сообществом. Это особенность этих диаспор. Почему? Ну, потому что, во-первых, не во-первых, будем сверху идти, а возглавляют преступники. Как построена работа? Вот представляете, вот эти мигранты, которые находятся, ну, условно, на территории России, но это неважно. Можем взять любое другое государство. Они чему, кому служат, кому подчиняются. Вот посмотрите, давайте возьмем мусульманских каких-то мигрантов из-за условного там Узбекистана, Таджикистана. Ну, Узбекистан проще. То есть, они мусульмане. Причем, как только они приехали в Россию, они вроде как становятся еще более радикальными мусульманами. Там, в Узбекистане, этого нет, а в России почему-то они радикализируются. Почему? Потому что они попадают в определенную среду, которой необходимо их радикализировать. Смотрим, что получается. Вот они приезжают, приходят. Куда они идут? Они идут в диаспору. Там им помогут оформить документы в миграционной службе. Если там кушать, нечего покормят, куда-то устроят, работать или... Ну, пристроят. Обязательно куда-то пристроят. То есть, они не сами по себе. Если руководство является преступным, то они сразу же автоматически попадают в преступное сообщество. Какими законами они руководствуются? Посмотрите, они приехали из Узбекистана. Они руководствуются законами Узбекистана? Нет. Может быть, законами России руководствуются? Тоже нет. Поскольку руководители этих диаспор не руководствуются такими законами. Значит, они, может быть, руководствуются шариатом? Опять же, нет. Они, посмотрите, все весь Новый год бухали, там еле живые ходили. То есть, они пьют, ведут себя безобразно, да, и при этом не руководствуются никакими законами. Это вот особенность мигрантов, да, то есть, что эти люди живут по определенным понятиям, сформировавшимся в этой среде, вот в этой преступной группировке, да, которая называется «Диаспора», сформировалось определенное представление. Оно очень часто, это представление меняется в связи с определенными волнами. Но вот то, что мы сейчас выносим и видим, да, что главный бог-царь и воинский начальник у них Эрдоган, это самый, да, самый лучший, и самый молодец вообще, да, то есть, у них там и портреты Эрдогана, и такое поклонение, культ личности Эрдогана, совершенно точно. Путина они воспринимают как полное ничтожество. Да, они говорят, да, это президент русских, президент русских, это, если кто-то думает, что это как-то, какой-то высокий уровень, это унизительная такая форма. Да, и они воспринимают, посмотрите, во всех конфликтах, абсолютно во всех, там, дерутся ли они с полицаями, устраивают ли рок-н-ролл в автобусах, они рассказывают, что они на своей земле, то есть, вот Ток получил паспорт, и, кстати, Диаспора очень хорошо в этом направлении работает, да, совместно с путинскими структурами, человек приехал, только зашел, он сразу получил российский паспорт, да, особенно из Таджикистана, почему из Таджикистана, потому что Китай выдавливает таджиков, нужно быстрее куда-то их пристраивать, вот на тебе российский паспорт, но интересно и другое, что они тут же получают разрешение на оружие, он по-русски не говорит, а он получает разрешение на оружие, и из Диаспоры получает деньги на приобретение охотничьего оружия, представляете, какой охотник, совершенно очевидно, на кого эти охотники будут охотиться, то есть несколько сот человек, тысяч, извиняюсь, несколько сот тысяч человек получило вот разрешение из этих товарищей за полтора года, это несколько сот, но по данным 280 тысяч, ну, это достаточно большая армия, согласитесь, вооруженная причем, да, у Путина, Путина, наверное, на фронте столько, вот, поэтому, во что это вылиться, нетрудно предсказать, конечно, какие-то могут спонтанно быть восстания, но то, что готовится массовое выступление, я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что я вижу все признаки, мы видим, что руководители диаспор свои собственные деньги и деньги, которые они откачали преступным путем, хранят в турецких банках, мы это наблюдаем, но самое смешное, что свои деньги в турецких банках хранят не только они, но и руководители татарии и башкирии, да, то есть тюркских республик, как-то у них это все совпало, один из наших соратников, GPS-трекер, засунул в сумку структур, да, близких к Виксельбергу, который вроде бы там как бы занимается бизнесом, да, так вот эти структуры, как раз, так назовем их, тюркские, да, находятся на территории России и служат якобы Виксельбергу, да, вот трекер оказался в банке Анкары ровно через сутки, меньше даже, чем через сутки оказался в банке Анкары, это нами зафиксировано, так что, как это ни странно, но все эти деньги идут в Турцию, в банке Турции, и там обеспечена безопасность этих денег, гарантия того, что никто об этом не узнает, ну, кроме нас, конечно, и никто не сможет этому противостоять, и денежки эти никуда не денутся, поэтому вот эти согласованные действия, я бы сказал, такая совместная операция, они показывают, что есть планы, планы серьезные, не просто по откачке каких-то средств из России. Хорошо, а о каких мы сроках можем говорить? Может быть, до выборов, после, во время? Я думаю, что те люди, которые это определяют, они не устанавливают сроки, видите, вот если взять Эрдоган, например, ну, он сдурил, он не очень умный человек, и поссорился с Израилем, что делать абсолютно было ему нельзя, то есть его обыграли китайцы, это совершенно очевидно, и он сделал неправильные шаги, и поэтому он был одним из выгодоприобретателей того мятежа, который мог бы возникнуть в России, пока ему это делать невыгодно, и поэтому этот мятеж может случиться сам по себе, ну, в связи с вот там какой-то неправильной деятельностью полиции путинской, кого-то прижмут, не тех, кого нужно, и начнутся разборки, и тогда, как поступят турецкие спецслужбы, я не знаю, потому что нужно будет мгновенно принимать решение, погасить это будет нельзя, а если нельзя погасить, значит, нужно будет возглавить, то есть я думаю, что у них план Б наверняка есть, если план А у них пока не складывается из-за того, что Эрдоган неправильную совершенно позицию, идиотскую, занял относительно палестинских событий, Хамас-Израиль и так далее, то и он высказывался как идиот, действовал как идиот, и последствия, конечно, будут идиотские совершенно для Нивы и для Турции, а то вот в отношении России он идиотский пока не действует, то есть совершенно очевидно, что та деятельность, которая ведется его спецслужбами, она начата была еще в начале 90-х, и это очень такой серьезный, долгосрочный, долговременный план, я не думаю, что они захотят все это как-то коту под хвост пустить, понимаете, потому что задействовано очень много людей, очень много структур, опять же, вот, я говорю, руководство татарей, руководство башкирий, круги, которые близки к Виксельбергу, то есть его фактически люди, ну тут видите, опять же, война между Эрдоганом и Израилем, да, такая, ну не война, а противодействие такое, они, конечно, очень вяжут таких, как Виксельберг, по рукам и ногам, и поэтому дальнейшие какие действия будут, мы не знаем, они прежде должны договориться, чтобы что-то как-то действовать совместно и поступательно, поэтому это будут какие-то хаотичные действия, я ставлю на то, что мигранты восстанут внезапно, то есть без команды это сделают или команду выдаст какой-то представитель спецслужбы, какой угодно, Турция, Азербайджан, да, Азербайджан, кстати, тоже в этом направлении очень хорошо работает, то есть вполне допускаю, что это может быть воля какого-нибудь условно Алиева, да, или кого-то из его руководителей, кто может просто на свой страх и риск отдать соответствующее распоряжение, там же вы же понимаете в этих диаспорах если они получают приказы из Анкары или еще откуда-то, но они же наверное не от Эрдогана лично получают, он же не обзванивает руководителей диаспоры и говорит давай там Эфинди, давай вперед и устраивай там рок-н-ролл, наверное есть какой-то куратор, и вот тот, кто руководит этими кураторами вполне может отдать приказ и приказ будет выполнен. Еще одни как бы как-то организации даже организации не зовешь, но еще одна каста людей, которая уже не мерится не то что с режимом, а с тем, что он делает, это жены тех, кто воюет в Украине, то есть если раньше они говорили там верните зятя, верните мужа, сейчас они уже даже иногда проскакивают вывезти войска из Украины, хотя сначала про войну ничего не говорилось. Могут ли такие события представлять угрозу путинскому режиму по-вашему? Конечно, очень серьезная угроза, тем более, что сейчас они уже конкретно говорят уберите Путина, особенно тех, кто потерял своих мужей. Да, вот выступление той женщины, которая на Новый год поехала к мужу, а он погиб. И если раньше воспринимались вот, ну, эти женщины, я прошу их не обижаться, а воспринимались как шалашовки, ну, собственно, они такие и были, да, взять своего мужика, отпустить, куда-то воевать за какого-то подонка Путина, то сейчас у них произошло переосмысление, безусловно. И если вы помните, многие революции, ну, в частности, февральская в России начинались с суфражисток, да, вышли суфражистки, что-то там стали требовать, и уже никто и не помнит, что они требовали, но вышли женщины. И что случилось? И ничего не случилось, потому что казаки с шашками и с нагайками женщин разгонять не захотели, да, у них как-то тоже была определенная честь, совесть, и они, в общем-то, бойкотировали этот вариант. Хотя, говорят, что власти не давали никакой команды, не верю. Ну, хотя, может быть, кто-то там наверху, кто скажет, что нам баб гонять, с ума шутей сошли, казаки в стоило. Такое тоже я допускаю, документов не видел, не знаю, как это произошло. И что потом? А потом те волки, которые дислоцированы были, поддержали женщин. И это естественно, совершенно. То есть, так и здесь. Вот эта связь очень хорошая. Не жены военнослужащих, да, там и партизаны, например, или там сопротивление. Нет. Этой связи нет и ее не будет. И она может возникнуть только искусственно. Но я дал своим товарищам задание, партизанам, дал задание поддерживать всегда этих женщин. Всегда двигать и так далее. В информационном мире, чтобы все это шло в том ключе, да, чтобы вот их все сообщения попадали на ватные сайты, во всякие ватные паблики и так далее. в том связи совершенно очевидно вот эти жены и армия, путинская армия, вот эта недокормленная, раздетая, разутая армия, которая выглядит точно так же, а может быть, хуже царской армии времен Первой мировой войны, когда ждут теплую одежду, да, получают открытки поздравительные, помните, как это в «12 стульев», да, в «Золотом теленке», вернее, там, в сундуке была картинка раздача теплых вещей нижним чинам на позициях, это же не просто так родилось, да, или там как описывает пикуль, и это тоже правда, это исторические факты, по этому поводу Пуришкевич очень много кричал и негодовал, когда ждут снаряды, а приходят эшелоны с иконами, да, и им говорят... Это пикульская армия, ну, просто мастхев такое. Да, и сейчас тоже говорят, молитесь, да, потому что, а что они могут еще предложить, кроме молитвы, собственно, это наиболее эффективно, да, потому что, ну, вреда от этого точно не будет, да, польза, она не очевидна, да, но от всего-то остального вреда еще больше, даже, даже если так условно сказать, если получат снаряды, от этого же вреда больше, потому что начнут стрелять, убивать украинцев, они будут отвечать, убивать этих, а получили иконы, сидят и стреляют, ну, и по ним вроде никто их не бомбит, это достаточно такой хороший вариант, лайтовый, поэтому, конечно, мы не можем сейчас ограничиться лайтовыми вариантами, если вот эти вот черти, которые сердечки показывают, они говорят, ну, рано или поздно значит, все это придет к тому, что, значит, будет там мир, дружба, жвачка, знаете, специалисты некоторые, ну, так сказать, потрудились и подсчитали, сколько же нужно времени, чтобы привести вот таким путем, вот показывая сердечки, ну, у всех более сотни лет, там, у кого 280, у кого 150 получилось, чтобы Россия стала демократической и демократичной, ну, вы знаете, через 150 лет уже той формы демократии это не будет, которая присуща капитализму, да, то есть, имеют в виду все демократию представители, уже какая может быть представительная демократия, когда информационный мир, когда новая общественно-экономическая формация, когда у всех есть телефончик, с которым можно легко проголосовать, да, если депутаты голосуют электронным образом, да, там, 450 человек, то, почему электронным образом через телефончик не могут проголосовать 450 миллион, поэтому этого, конечно, не будет через 150 лет ни в России, нигде не будет никакой представительной демократии, это 100%, но, как бы, даже если вот говорить о том, что вдруг она возможно будет, да, то итог ей надо идти столько времени, поэтому времени ни у кого нет, и в этом смысле жены мобилизованных, они являются неким воспламенителем, детонатором, и наша задача, чтобы он, этот детонатор, максимально сработал, ну, кроме взрывотехников, мало кто знает, что если взять, да, вот обычные метательные взрывчатые вещества, ну, типа пороха, да, вот сейчас будем говорить, что вся вот эта масса, которая там есть, нет такой порох, да, если просто это воспламенить, ну, горит хорошо, взрывается, и так далее, но скорость детонации все равно не может превысить, там, 700 метров в секунду, условно, да, а если использовать брезантные взрывчатые вещества для детонации пороха, то скорость детонации увеличивается кратно, вот так же и, в общем-то, в политике и в жизни, то есть, если пытаться поджечь вот какими-то пацифистскими настроениями, они не поджигают пацифистские настроения, они, наоборот, гасят, да, то есть, мы не хотим войны, мы хотим войны с Путиным, почему не хотим, и вот, в конце концов, вот эти жены, они к этому придут, а мы их на это обязательно подтолкнем, что если есть Путин, значит, будет война, если есть путинский режим, значит, будет разрушение, уничтожение России, значит, у вас забрали мужа, и у следующих заберут, и так далее, поэтому я послушал обращение одной из жен, вот, которая потеряла мужа, вы знаете, меня впечатлило, я честно скажу, я бы хотел, чтобы таких людей было много, почему, вот, опять же, обращаясь к украинской публике, хочу сказать, что вы очень часто неправильно воспринимаете, да, то есть, смотрите, вот, что, вот они там молчат, да, масса людей запугана, да, они потеряли близких, им заплатили деньги, и говорят, сидите, молчите, это не значит, что они продали своих близких за деньги, это значит, что они очень сильно боятся, им говорят, альтернатива, вот вам деньги, или сейчас на кищу пойдете, вы же понимаете, что путинская гестапо разговаривает очень жестко, они не только тюрьмой пугают, они пугают физическим устранением, они пугают тем, что проблемы будут у детей, и так далее, то есть даже вариант 37-го года, он, нельзя про это говорить, потому что он там более человечный, но там были определенные схемы, вот так, вот так, и вот так, то есть спецслужбы сталинские действовали в соответствии с установленными нормами, то есть и за рамки они выйти не могли, ФСБшники выходят за рамки как хотят, вот благодаря своему извращенному, так сказать, уму могут придумать все, что угодно, и люди это понимают, люди очень этого боятся, и те вот жены, которые сейчас стали активно выступать, жены мобилизованных, они, конечно, молодцы, и можно им сказать, что это героизм в путинской системе, так себя вести, это реальный героизм, их надо поддержать, безусловно, они, конечно же, допустили бешеную ошибку, когда отпустили своих мужей на фронт, но что об этом говорить, это уже прошлое, сейчас нужно говорить о будущем, а настоящем и будущем, в настоящем они, видите, просыпаются, в будущем они могут как раз тем бризантным детонатором стать, и это было бы прекрасно. Да, еще и с вашей помощью, если объединиться, то тогда путинский режим таки может рухнуть. Мы не можем с ними объединиться по двум причинам. Первая причина, потому что мы сопротивление, и если мы будем им помогать открыто, мы их подставим. Вы понимаете, да? И второе, что они пока не готовы к этому. Они к этому будут готовы, когда начнется уже такая рубка, когда уже зубами рвать путинских мы начнем. Вот тогда они к этому будут готовы, тогда они будут самые ярые. Я вот еще, попомните, в период гражданской войны, в период тех столкновений, которые нас ожидают, вы еще увидите этих женщин в первых рядах. Некоторых из них будете знать поименно, потому что они еще себя проявят очень дико. И нас в сравнении с ними будут считать матерью Терезой, потому что как они будут мстить, так не будет мстить никто, поверьте. Интересно будет на это посмотреть. Вячеслав, спасибо вам большое за то, что нашли для нас время. Друзья, наши зрители, я вам напоминаю, что вы можете оставлять не только свои комментарии в виде комментариев, а в виде вопросов, потому что с Вячеславом мы общаемся на регулярной основе, мы обязательно выберем самые интересные, и в следующем нашем разговоре я задам Вячеславу ваши вопросы. Ну, конечно же, не забывайте подписываться на Унианна и ставить лайк этому видео. Вячеслав, а вам спасибо огромное за каждый раз очень интересную, содержательную и каждый раз необычную беседу с вами. Спасибо огромное вам, что приглашаете, что я могу пожелать народу Украины мира, могу пожелать мира и того, чтобы хорошо Украина развивалась, чтобы ничто этому не мешало, чтобы в Украине было тепло, светло, чтобы сыто было, ну, благополучия хочу пожелать, прекращения войны, полной победы, естественно, прекращения войны. Ну, и да здравствует революция, смерть тирана, власть народу, слава Украине. Героям слава. Дякуем вам тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова